Когда поиск постоянной работы затягивается, служба занятости предлагает не опускать руки и устроиться на временные общественные работы. А в этом случае человек дополнительно к зарплате получает пособие по безработице и материальную поддержку от центра занятости. Сегодня такой вариант готовы предложить более 550 работодателей нашей республики. Они могут принять свыше 2000 человек. Организация оплачиваемых общественных работ остается популярной у работодателей, так как эта мера поддержки финансируется из федерального бюджета. На каждого трудоустроенного работодатель в течение трех месяцев получает субсидию от государства. Большая поддержка для работодателей. То, что все эти финансовые средства, затраченные на заработную плату, на оплату фонда, возмещается государством в размере минимального размера оплаты труда, плюс все отчисления. У нас сейчас есть заявки от работодателей на сезонные работы, на постоянную работу уже. То есть предлагается вариант в тесном контакте. Мы работаем по этому вопросу с работодателем на территории Батерского района. Для безработных это возможность проявить себя, попробовать что-то новое. Общественные работы распространены в отраслях промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, в сфере социального и бытового обслуживания. Это не только уборка улиц, но и занятость в офисе. Я была отправлена на общественные работы. Проработала в Шигарданском сельском поселении, на общественных работах помогала администрации в подшипках дел, оформлении хозяйственных книг. Поучаствовать в общественных работах предлагают тем, кто уже давно стоит на учете. В Батеревском районе сегодня ищут дело по душе 186 человек. Сейчас сезон благоустройства и уборки территории, поэтому количество заключенных договоров растет. С центром занятости мы довольно-таки уже давно сотрудничаем. Мы каждый год соглашения заключаем с ними. И мы в любое время, когда к ним обращаемся, они для нас, именно с центром занятости, которые стоят на бирже, для них работу мы можем найти. Они у нас работают по благоустройству территорий. Особенно мы их приглашаем в зимний период и весенний период. Удобно, что включаясь в общественные работы, человек не теряет пособия. Сверх того, безработный получает матпомощь от государства – 3000 рублей. Алевтина Волкова по профессии повар, но подходящее место по специальности не нашла. Устроилась на временную работу озеленителем. Дополнительно к зарплате получает 4500 от центра занятости. Это хорошая помощь семье. Благодаря центру занятости Алевтина нашла временную работу, а потом надеется, что подберет и постоянную. Людмила Майкова, Вадим Владимиров, Вести Чувашия.